что делать с солнечным ожогом яркое летнее солнце привлекает любителей позагорать однако нередко все заканчивается масштабным покраснением кожи то есть человек сгорает как быть подобной ситуации алексей водовозов врач научный журналист подполковник медицинской службы запаса солнечный ожог следствие прямого воздействия ультрафиолетовых лучей большая часть ультрафиолета способна проникать в глубокие слои кожи и со временем приводить к ее повреждению а меньшая часть проникает в кожу на меньшую глубину но при этом вызывает те самые солнечные ожоги ультрафиолет лишь частично рассеивается облаками так что сгореть можно не только в яркий солнечный день отлично отражают ультрафиолет снег песок бетон вода что увеличивает итоговую дозу к факторам риска относятся так называемый кельтский фототип это рыжие волосы и белая кожа длительное нахождение на открытом воздухе употребление алкоголя плавание особенно в море отдых на высокогорье симптомы солнечного ожога обычно проявляются через несколько часов после пребывания на солнце но если они появились ущерб уже нанесен быстро устранить последствия не получится необходимо дождаться отшелушивания поврежденного эпидермиса до этого можно лишь немного уменьшить дискомфорт в острой стадии достаточно ткани смоченной прохладной водой в крайнем случае можно использовать слабый раствор пищевой соды подойдут гидрогелевые повязки или специальные противоожоговые аэрозоли также рекомендуется принять любое нестероидное противовоспалительное средство когда начнется шелушение можно начать пользоваться увлажняющими кремами например с декспантенолом если ожог достиг второй степени и появились волдыри их нельзя самостоятельно вскрывать лучше прикрывать гидрогелевыми повязками необходимо пить достаточное количество воды при большой площади ожога есть риск столкнуться с обезвоживанием при любых осложнениях следует немедленно обратиться врачу алексей водовозов записки врача радио звезда